Привет, Пупикус! Необессудим, сочетался прессой. С тобой старый Сыч, да Приджи, американский, в халате. Довелось тут мне... О, давненько с вами не общался. А, да. Довелось мне тут наметнее пообщаться с человеком. И вопрос мне задали, говорит, а бывает ли такое, говорит, что невозможно или там не дано человеку выучить английский. И я такое сразу говорю. Ну, бывает, бывает такое. Если ты так хочешь, бывает. Ну, говорю, ты тут это... Я говорю, категоричен бы я тут не был. Понимаешь? И вот как у нас раньше было, помню по молодняку с пацанами. Времена были, конечно. Вот у нас было раньше, типа там, вот, типа ты. Там рожденный брать давать не может, понимаешь? Все надо. Ты только заточен на то, чтобы брать. Ты не можешь давать там. Ну, понимаешь? И вот тут такая же канитель. Я говорю, да погоди ты, подожди. Не надо рубить. Вот там тебе подходит там пацан, девчонка-то говорит. Это что, правда я там не могу выучить английский недавно, что ли? Говорит, да не, не руби на корню, понимаешь? Юность, не руби весь потенциал, не обламывай сразу. Ну, понимаешь, я бы мог сейчас так рассказать, меня прям задело вообще это дело. Думаю, как так? Потенциал губят на корню, понимаешь? Вырывай. Ну, я долго не буду твое внимание это отнимать, побегусь. Я слово знающему человеку передам, он тебе все популярное это рассказал. Объяснит он тебе популярно, говорю, понимаешь? Я старый сыч, буду заниматься своими делами вот в интернетах там, а вам давайте послушайте пару. Я не буду говорить мудрых, но толковых советов, рекомендаций. Рекомендации, да, не советов, советуют все мастера. Понимаешь, от рекомендаций послушай. Давай. Привет, подпекусь, американский в студии. Мне на прошлой неделе задали такой вопрос. А возможно ли то, что человеку недавно выучить английский язык? Тому человеку, который меня спросил, какой-то преподаватель однажды сказал, что есть такие люди, которым просто не дано. Если коротко ответить, то, конечно же, да, есть такие люди, можно так сказать, не дано и все, гуляй лесом. Но если все-таки разобраться здесь посерьезнее в этом вопросе, то что мы видим? Человек не всегда предрасположен. А что значит предрасположен? У него не всегда вызывает интерес. Та или иная деятельность, та или иная сфера. Я не буду говорить о других науках, предметах и так далее. Кто-то скажет, я не предрасположен к математике, там еще что-то. Я могу про себя также сказать, я не предрасположен. Но что значит не предрасположен? Я не заинтересован. Вот это другой момент. Когда я становлюсь в чем-то заинтересован, мне казалось бы, я даже не предрасположен к этому. Но у меня есть задача, у меня есть заинтересованность что-то выполнить. Я становлюсь предрасположенным к этому. Соответственно, что получается? Нам важен интерес. А где его взять? Человеку не интересен английский, скажем так, но вообще. Он приходит к преподавателю, он говорит, преподаватель ему говорит, у тебя плохо получается, скажем так, тебе не дано. Ты не предрасположен к английскому изучению языка. Он уходит, говорит, ладно, не предрасположен, не мое, не мое, не моя тема. Но что должен сказать преподаватель, который не просто называется преподаватель, а который знает, что он преподает, который понимает прежде всего, что он преподает. Он должен заинтересовать, но не таким образом, как знаете, так, о, мой предмет лучше, чем вот тот предмет, учи мой предмет, тот предмет не учи, надо мой учить. Мотивация, вот должен его замотивировать, я ненавижу это слово, но давайте мы его здесь применим. Мотивация, как раз таки, она не должна протекать громкими речами, типа, какой английский хороший, как он тебе пригодится в жизни. Надо найти ту форму, индивидуально ту форму с человеком, которая без вот этих всех призывов заинтересует его. И сколько таких примеров в различных предметах? Человеку была неинтересная история, потом появляется какой-то интересный преподаватель, и бум, становится все интересно. Становится сразу интерес, проявляется какой-то азарт в какой-то иной степени. Дело даже не в самом преподавателе, а то, как он объясняет, когда становится все понятно. То ты думаешь, блин, так тут же реально все понятно. Я это могу знать, я это могу понимать, я этим могу пользоваться. Поэтому те преподаватели, которые говорят, что вам не дано выучить язык, это просто пересказчики той информации, которую они получили в высшем учебном заведении. И не более того. Я могу начитать кучу книг и пойти пересказывать их. На этом все будет закончено, все мое преподавание. Я буду сидеть и бубнить вам тему. Вот это делается так, а вот это делается так, а вот это потому-то, а вот это потому-что так. Потому что так должно быть. И вот этот вопрос тоже важен. Когда очень много людей подходит к преподавателю и спрашивает, почему вот здесь так? Почему вот здесь так? Почему такое количество времен? Почему здесь используется глагол to be, а здесь не используется? И очень часто вам преподаватель просто так вот, вы слышите такую вещь. Ну потому что так, так должно быть. Потому что так просто нужно понять. Нифига. Если преподаватель не может вот такие вещи объяснить, а я никогда не слышал, чтобы их кто-то объяснял. Значит, что-то не так. Значит, он не до конца понимает тот предмет, который он преподает. Он может его сам знать прекрасно, но он не понимает, как это объяснить так, чтобы это было понятно другому. Я не рекламирую себя, что я прекрасный преподаватель. Я знаю, какой я преподаватель. Я знаю, что я могу. Я не буду скромничать. Но вот эти все вещи, они важны. И человеку важно понимание. И когда он понимает, у него может легко вполне возникнуть и дальнейший интерес ко всему остальному. Поэтому, если вы думаете, что вы не склонны к изучению языка, что вы уже старый, или как люди любят себя называть, еще не важно. Не вешайте на себя никакие ярлыки. Если у вас есть интерес, пробуйте. Проблема в том, чтобы, если вы самостоятельно не можете изучить этот предмет, или какой-либо другой, найти человека, который вам грамотно все объяснит. И вы поймете все прекрасно. Спасибо. Всем мир. Субтитры сделал DimaTorzok